Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкиной. Я приветствую всех, кто нас смотрит не только на телеканале, но и в Ютубе. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Полная синхронизация. Как в этом году пройдет ремонт дорог? Сотрудников почтов в отделении на горе насильно выселили. Причину не сказали. В чем подвох? Ямы глубиной в метр, грязевые болота, крутые подъемы. Под Павловском прошла битва машин. Бывало, они работали так. Одни укладывали новый асфальт, другие приезжали через неделю и все раскапывали. В этом году дорожники и коммунальщики решили синхронизироваться. Так, на сегодняшнем брифинге они назвали совместные планы на ремонтный сезон. Подробности в сюжете. 71% дорог Барнаула соответствует норме. Как сказали в мэрии, этот процент с каждым годом все выше. За 4 года на новый асфальт и прочее дорожное обрамление потратили больше 4 миллиардов рублей. В этом году добавят еще почти 2%. В следующем еще так победим. Целевой показатель, который перед нами стоит на сегодняшний день, это достижение дорожной сети в нормативе не менее 85% к 2024 году. В этом году в планах отремонтировать 23 участка дорожной сети. Продолжают строить дорогу по Северному-Волосехинскому, реконструировать мост через Барнаулку по улице Челюскинцев, улицу Парфенова. Итого в этом году потратят 907 миллионов. Чтобы деньги не ушли в землю, коммунальщики хотят синхронизировать работу с дорожниками. В этом году у нас три объекта пересекаются с объектами, на которых будут восстанавливать асфальтовое покрытие. Основной упор при планировании своих работ мы сделали на метод прокладки трубопроводов горизонтально направленным бурением. Для того, чтобы опять же минимизировать работы по вскрытию асфальтового покрытия, по нарушению газонных частей. А вот теплосетевая компания планирует в этом сезоне проложить пять магистральных теплосетей, почти 9 километров внутриквартальных и еще 15 отремонтировать. На это и еще многие виды работ планируют вложить 1 миллиард 300 миллионов рублей, а испытания планируют оптимизировать. Если мы в прошлый год проводили испытания, и они проводились три недели, то в этом году мы планируем по контуру ТЭС-3 испытания провести за 14 дней. То есть на неделю у нас потребители будут отключены от горячего водоснабжения, на целую неделю меньше, чем в предыдущие периоды. И также перекладывать трубы горячего водоснабжения в БТСК хотят перед дорожным ремонтом, чтобы без казусов. Кстати, теперь компания получила больше денег на исправление дорог после ремонта теплосетей. В этом году это 85 миллионов рублей. Андрей Дрейер, Николай Шилко. День с толком. Дорожников очень ждут и в барнаульском поселке Власиха. Там уже подсчитывают ущерб после зимы и готовят обращение в прокуратуру. Валентина Аскерова продолжит. Просто мы видим, здесь даже не щебенка, тут строительный мусор, кирпичи. Ну, на что у жителей денег хватает, тем и засыпает. Огромные ямы на улицах Власихи – привычное дело. На улице Партизанская асфальта не было лет 40. Подвеска разрушается. Вот мы возьмем любого. Вот она, наверное, стоит. Здесь подвеска отсутствует. Вон автомобиль, подвеска отсутствует. Почему? Да потому что здесь ездить невозможно. Мы ездим на машинах, мы платим транспортные налоги, мы платим все, а ездим мы не по дорогам, мы ездим по направлениям. Шаховская, Зеленая, Петербургская. Убитые улицы Власихи можно перечислять долго. Единственное – одетая в асфальт, по словам жителей Мамонтово, которые недалеко от администрации. Здесь отсутствует твердое покрытие, как мы видим. Вон и на асфальт от администрации доходит, а здесь его просто отсутствие дороги. И каждую весну, осень, зиму здесь невозможно ни пройти, ни проехать. У нас есть решение прокуратуры о том, что администрация обязана ремонтировать дороги, чистить дороги, гридеровать дороги. Ну, пока результатов нет. То есть по факту ничего этого? Да. Даже нашу улицу не включили в техническое задание. В администрации индустриального района письменно пояснили, что дорожники во Власихи появляются. Два года назад частично отремонтировали некоторые улицы. В прошлом – улицу Мамонтово. Но, видимо, недостаточно. Сейчас в рамках гарантийных обязательств подрядной организации индустрии выполняется ремонт улицы Мамонтово. Кстати, весной разбитые дороги угрожают не только автомобилям, а жизни и здоровью людей. В поселке нет водоотводов, и жители тонут на дорогах. В прошлом году была зима снежная, и снег начал таять. Дороги-то у нас не чистятся в основном. Снег начал таять, и вот я пошла за ребенком в садик пешком и провалилась прям по пояс. Вот так и живут в Барнаульском пригороде. И когда дойдет очередь до улиц, которые не ведут к администрации, люди не знают. Наверное, единственный выход во всей этой истории – продолжать самим залечивать дорожные раны. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжим. Алтай Крайгазсервис подозревает в необоснованном завышении цен на доставку бытового газа в баллонах. За год средняя стоимость поставки для потребителей региона увеличилась в несколько раз. Например, баллон на 27 литров стоил 75 рублей, а теперь его цена 297 рублей. И обоснований роста стоимости не было. По предположению антимонопольщиков, Алтай Крайгазсервис поднял цену на доставку, чтобы компенсировать недополученные доходы. Сейчас проводится проверка. Такие меры, как возможность выдачи предписания на установление, экономически обоснованные цены, а также применение административных штрафов. Штраф, который установлен за данное нарушение Кодексом Российской Федерации в административных правонарушениях, составляет от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Сегодня в Бурнауле состоялось очередное заседание по делу Михаила Старцева, который участвовал в смертельной драке в районе Старого базара. Видеосъемку в суде запретили. Но на заседании была Ирина Корчагина. Ей слово. Сегодня в суде Центрального района должны были выслушать свидетелей, которые находились в ночь с 26 на 27 июля в районе Старого базара, где и произошла драка со смертельным исходом. Двое свидетелей по объективным причинам явиться на заседание не смогли, поэтому участники процесса, жена погибшего Павла Рохлова, Светлана и подсудимый Михаил Старцев, слушали одного свидетеля, который был на месте событий. Эта девушка 87-го года рождения. В ту ночь она вместе с подругой хотела провести время в кафе, после которого и завязалась потасовка, но отдохнуть девушки так и не смогли. За всем конфликтом они наблюдали из салона автомобиля, пытались вызвать скорую помощь и полицию. В стороне защиты и обвинения показалось, что девушка уже слегка путается в показаниях, если сравнить то, что она говорила сегодня и то, что она говорила следователю летом 2020 года. Впрочем, все это можно объяснить тем, что с той роковой ночи прошло уже слишком много времени. Но, наверное, самое главное, свидетельница пропустила саму драку между Михаилом Старцевым и Павлом Рохловым она не видела. Напомним, очевидцы говорят, что Старцев, отметим, он экс-боксер, нанес смертельный удар Рохлову. Мужчина умер на месте происшествия черепно-мозговой травмы. Сам Старцев сейчас находится под домашним арестом. Следующее заседание должно состояться 12 мая. В суд должен прийти еще один участник конфликта, тот самый загадочный мужчина с тростью. В соцсетях утверждает, что именно из-за этого мужчины и началась драка. Кто-то говорит, что он инвалид, кто-то утверждает, что это вовсе была не трость, а арматура или палка, но это уже предстоит выяснить судом. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Одно из барнаульских отделений почты молниеносно закрывают. По словам руководителей, это связано с ремонтом здания. И кажется, новость хорошая, но переселить сотрудников хотят в здание, где нет водоснабжения и протекает крыша. Подробности у Дмитрия Дроздова. Не хотят ни с жильцами разговаривать, ни с телевидением, ни с телевидением, сразу убегаем. Вот такой разговор с руководством. Точнее сказать, разговора-то и не было. Сотрудников почтового отделения номер 3 просто поставили перед фактом. Вы покидаете рабочее место. Причина – внезапный ремонт здания. Да, оно старое, но капремод в нем не требуется, уверены сотрудники. Они работают здесь 20 лет, обслуживают больше двух тысяч пенсионеров, многие из которых не могут передвигаться самостоятельно. Ноги не ходят. Если мне вот эту почту куда-нибудь уберут в другое место, как я буду ходить туда? Тут до поликлиники еле-еле доходишь, а тут еще почта уберется. Все уже убрали, банк убрали, банкоматов нет. И те старики, которые еще могут чуть-чуть ползать через дорогу, сейчас остаются без правильного обслуживания, получения пенсии и оплаты коммунальных услуг. По предварительной информации, сотрудников переселят за 3 километра в отделение на Зминогорском тракте. Здание ничем не отличается от первого, лишь пара исключений. Водоснабжения нет, крыша течет, проезд к почте неудобен. Слишком узкий для машин с посылками. Сейчас жители вместе с сотрудниками почты пишут жалобу на имя главы города и планируют обратиться в прокуратуру. В региональном филиале Почты России нам сказали, что не могут разглашать информацию о причинах закрытия. Уже сегодня отделение номер 3 закрыли. Что будет со зданием, сотрудниками так и не сообщили. Но догадки есть у них. Например, кому-то понадобилась земля под парковку для высотки, которая строится рядом. Мы будем следить за этой ситуацией. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризен. День с толком. К другим темам. Опорный банк агропромышленного комплекса «Края» региональный филиал Ростельхозбанка отметил 20-летие. 25 апреля 2001 года он приступил к работе и провел первый операционный день. Что изменилось за годы, чего достигли и чем гордятся. Расскажем далее. На торжестве по случаю юбилея неоднократно подчеркивали. Для аграрного региона банк стал главным партнером. 155 миллиардов рублей – вклад Ростельхозбанка в местную экономику. 40% предприятий «Края», в том числе небольшие, кредитуются именно здесь. Предметом гордости руководства банка является финансирование программы «Сельская ипотека». Благодаря ей более тысячи семей региона смогли улучшить свои жилищные условия. Сегодня ваши обязательства выполняются на 100%. Вы действительно реальные помощники агропромышленного комплекса. Совместная работа дает только положительный результат. Гордится банк и стабильным коллективом. Сейчас в сети офисов регионального филиала трудятся 690 человек. Многие работают практически с момента основания. В юбилей они получили заслуженные награды. Работать приходилось, во всяком случае, первое время очень много. Иногда и по 10 часов работали, больше. Но никто нас не заставлял. Банк надежный, банк государственный. И коллектив, в котором мы работаем, поддерживаем мы друг друга. 2020-й был сложным для всех. Будущее за цифровизацией. Это поняли и в Россельхозбанке. На крупнейшей российской выставке банк презентовал новую экосистему – свое фермерство. В рамках экосистемы «Свое фермерство» мы запустили также площадку «Свое родное». Это площадка бизнес до клиента. То есть больше она ориентирована на частных клиентов. И наши фермеры, наши сельхозтоваропроизводители могут свою продукцию, свои товары размещать на этой площадке. А обычный потребитель, как вы, могут на этой площадке эти товары электронно заказывать. 21-й год для алтайского филиала Россельхозбанка – год перемен. Давайте меняться вместе с нами. Предлагают здесь каждому жителю и каждому предприятию региона. Больше 500 жителей села Безголосово Олейского района каждую весну остаются без дороги к райцентру. Мост через реку Олей в этом году под водой уже больше месяца. Из-за паводков местные жители пользуются запасным путем в объезд. Вместо 14 километров вдвое больше. Но эту дорогу нередко размывают после дождей. Отчего сложно поставлять продукты. Либо у нас скорая помощь будет приезжать в течение 15-20 минут. 14 километров, сами понимаете, это недалекое расстояние. И пожарная часть также. Но хотя у нас и на местном уровне есть. Министр транспорта края Александр Дементьев предложил решение проблемы. Нужно поднять мост и увеличить количество водопропускных труб. Он уже на территории края. Орнитологи следят за возвращением из Индии на родину черного аиста Роберта. Специальный датчик ему и еще 18 птицам прикрепили в 2019 году. В последнее время трек отслеживался лишь у двух аистов. Сейчас следить можно только за Робертом. Почему остальные птицы пропали из поля зрения орнитологов и могут ли помочь датчики сохранить птицам жизнь, знает Татьяна Голубева. Мы же его не просто назвали Роберт. Это гнездо в Косихе. Совсем недалеко от села Косиха. Понятно, почему Робертом его назвали. Гнездо очень давно известно, гнездо давно наблюдаемое. Там было помечено 4 птенца трекерами. Вот один остался жив. Черные аисты занесены в российскую красную книгу. Сколько всего их в стране сосчитать сложно, рассказывает Алексей Эбель. Птица живет вдали от людей, найти ее довольно тяжело. Но на Алтае гнездятся порядка 100 пар аистов. Это российский рекорд. У нас для них достаточно много темных болотистых комариных мест. На зиму аисты улетают в Индию, но возвращаются с зимовки единицы. По пути следования уже этих птиц, то есть там у нас есть Афганистан, Пакистан, то есть такие вооруженные страны, да, где вот… И могут сбить просто, да? Нет, у нас были же прецеденты, то есть у нас два аистенка в первую же миграцию погибли, один был убит в Пакистане. И причем браконьер похвастался в интернете, почему мы знаем, да, то есть была такая фотография. А вторая птица у нас погибла на границе Пакистана и Индии. Из 19 птиц, которым два года назад прикрепили датчики, живы лишь две. Вот так выглядят трекеры, благодаря которым можно отслеживать их путь. Легкие и не доставляют аистам неудобств. А эти зеленые линии на карте – тот самый путь черных птиц. Датчики со временем позволят провести ряд мероприятий, чтобы уберечь краснокнижных от гибели. Существуют такие проекты, на самом деле, как бы это еще одна капля, которая точит тот камень. То есть на самом деле есть проблемные страны в мире, не только Пакистан, где вот такие вещи творятся. На самом деле есть крупные проекты международные, которые пытаются и убедить правительство этих стран, что нужно менять законодательство и каким-то другим образом взаимодействовать, в том числе помогать искать браконьеров. Потому что в Пакистане фактически это запрещено. Но, тем не менее, люди делают, а у местного правительства нет ресурсов, чтобы этим заниматься. К сожалению, несмотря на то, что Роберт уже на территории края, он по-прежнему в опасности. Начался очередной этап весенней охоты, и частенько краснокнижные птицы тоже оказываются под прицелом. Но Алексей Эбель надеется, что Роберт все-таки доживет до своего четырехлетия, и у него будут птенцы. Процесс гнездования таких птиц не менее интересен, чем отслеживание их путешествий по миру. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. Ямы глубиной в метр, грязевые болота, крутые подъемы. Через это прошли участники автогонок «Битвы под Палоско». Классика российского автопрома «УАЗ» и «Нива» против японских «Сузуки» и «Тойота». Кто не погряз в грязи, знает Дмитрий Дроздов. Это и была ошибка многих гонщиков. Газ в пол. Этим пользовались не все, и в итоге машину спасали с помощью троса. В битве под Палоском приняло участие более 50 экипажей со всего Алтайского края. Любители автоспорта выясняли отношения в личном зачете в двух классах. Это стандарт, где нужно было проехать на ровном участке дорог на время. И экстрим. На трассе препятствия, глубокие ямы и грязевые ванны для машин. Две трассы мы специально вызывали экскаватор, копали ямы. По стандартам РФС подготовили такие сложные спецучастки. Там будет и качели, и ямы, и диагоналка, и развес в боковые стороны. Чтобы подготовить машину к таким испытаниям, уходит около года. Чаще всего на трассе выступали на советском транспорте. УАЗ и Нива смотрелись предпочтительно японских Сузуки или Тойот. Если самый сложный участок на трассе наши проезжали, то другой иностранный автопром висел на пузе. Адреналин, ну, очень много. Прям ноги трясутся еще до сих пор. Но я считаю, что выступили нормально. Тем более Нива практически не подготовленная, ничего. Ни блокировок, ничего. Резина маленькая, стандартная стоит. Как бы я доволен своим результатом. По словам организаторов, эти гонки победа над пандемией. И многие надеются, что через год они вновь состоятся. По итогу пяти часовых заездов у барнаульских гонщиков пять медалей, у хозяев из Павловска четыре, у спортсменов из города Биск одна медаль. И смотря на трассу, где выступали участники, понимаешь, что не такие уж и плохие дороги в городах Алтайского края. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризен. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. И не только по телевизору, но и в социальных сетях, и на ютуб. Для вас работает телефон нашей редакции. Я его напомню, 205 545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и участвуйте в обсуждениях. Ну, а через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи!